Здравствуйте, в студии Владислав Юрицын и у нас очередной выпуск Восточного Ревью с востоковедом Александром Князевым. Добрый день. Здравствуйте. Во время прошлого выпуска мы говорили о взаимоотношениях ОБСЕ с местными политическими режимами. По-моему, есть повод продолжить, потому что идет их переформатирование. И, судя по последним выборам в Азербайджане, переформатирование идет успешно в плановом режиме. В Азербайджане был проведен референдум конституционный. И с точки зрения самого официального Баку он был успешен, поскольку легитимизированы эти изменения, предложенные со стороны администрации Ирхамалиева. Но успешным этот референдум выглядит не для всех. Целый ряд международных организаций и представителей американской администрации уже высказали критически в адрес Баку, что все эти изменения в Конституции направлены на установление авторитарного режима, что, собственно, таковым и является. Другое дело, хорошо это или плохо. На мой взгляд, вот эти все изменения, в их обсуждении всегда забывается одна простая вещь. Не суть важно, как назвать режим с точки зрения политической теории. Демократический он или авторитарный, или еще какой-то. Ни то, ни другое не является ни положительной оценкой, ни отрицательной оценкой. Положительной или отрицательной оценкой является та оценка, которая дается степень эффективности для данного общества, данного политического режима, данной политической системы. Степень эффективности с точки зрения ответа на потребности, имеющиеся в обществе, на те потребности, которые есть в интересах страны. Но вот в Азербайджане референдум только-только прошел, и тут же стала заметна, например, линия в заявлениях, где-то пока в риторике, со стороны администрации Алиева по ужесточению позиций Азербайджана в отношении Карабахской проблемы, например. Это как форма аккумуляции властных и прочих ресурсов на случай чего-нибудь? Хорошо или плохо, это пока судить, наверное, рано, во что это разовьется. Но есть потенциал возобновления некого конфликта. Это, конечно, плохо априори, что уход от политических, способов решения, возвращения к военным, которые к результату все равно никогда не приведут окончательному. На мой взгляд, гораздо успешнее можно говорить, использовать слово «успешность» можно по отношению к тем изменениям, которые безо всяких выборов и референдумов проведены в конституции соседнего, в принципе, через море Туркменистана. В Туркменистане там режим, эффективность которого можно оценивать достаточно условно в силу закрытости. Там он провел референдум без сучка задоринки. Кстати, мне не встречалось заявлений каких-то международных организаций, ратующих за демократизацию по поводу Туркменистана. В Туркменистане новая редакция конституции... Но это получается, он как бы в домике, и на него международные организации просто не обращают внимания? Да, потом у них есть интерес просто не у них, а у тех кукловодов, которые стоят за БСЕ и другими международными организациями, я уж грубо так скажу. У них есть просто интересы другие к Туркменистану, интересы связанные с газовой сферой, например, с внешнеполитической какой-то ориентацией Туркменистана. Поэтому вот это бревно в глазу, оно незаметно, а другая соринка, там где-то в боку, она вот сразу становится видна. Ну, тогда чуть еще продолжим. В Киргизии принято решение провести 4 декабря изменение в Конституцию, референдум по изменению в Конституцию. Насколько вероятен успех данного мероприятия? Я думаю, что на данный момент можно почти уверенно говорить о том, что этот референдум не состоится. А взамен, нельзя исключать, что взамен референдума по изменению Конституции, усилению функций премьера, я напомню, мы об этом говорили, да, усиление функций премьера, вместо которого уже планируется для нынешнего президента Атамбаева. Я думаю, что очень высокая вероятность того, что вместо референдума по изменению Конституции в Киргизии, в какой-то краткосрочной перспективе, будет объявлено о досрочных президентских выборах. И как еще один вариант, это срыв референдума путем распуска парламента. Но для того, чтобы понять эту ситуацию, я думаю, нужно немножко вернуться по времени раньше, к тому времени, когда референдум был заявлен, когда началось оживление и началась консолидация различных групп киргизской оппозиции, и я бы предложил глянуть на внешние реакции. 17 сентября, две недели назад, в Бишкеке проходил саммит СНГ, который совпадал по времени с 60-летним юбилеем киргизского президента Алмаза Атамбаева. И вот то, как проходил этот юбилей, понятно же, президенты тоже люди, они должны отметить события, так сказать, знаковые в жизни коллеги, но оно вот показывает отношения, потому что праздновать юбилея Атамбаева не остались, например, президент Казахстана, сославшись там на неотложные дела, президент Таджикистана улетел, президент Азербайджана улетел, президент Белоруссии улетел, и день рождения прошел, на самом деле, не очень оптимистично для именинника. Я бы не стал об этом говорить, если бы не один факт, просто вот такое отношение, оно, видимо, свидетельствует прежде всего о том, что политика Атамбаева на какой-то краткосрочный период, те действия, которые он совершает и которые ведут к внутреннему конфликту в том числе, они не будут иметь поддержки со стороны вот тех стран, которые являются партнерами и союзниками. И в случае с Киргизией легитимное, нелегитимное некое действие по переформатированию власти, никакого вмешательства со стороны Казахстана, России, других стран, его просто не будет, это будет внутренним делом Киргизии. Один вопрос, а это вот на дипломатическом языке так переводится, как бы неучастие в застолье, или это все-таки ваши интерпретации? Это моя интерпретация, основанная на достаточно уверенных представлениях о реальности, скажем так. И я думаю, что никто сегодня не заинтересован в смене власти в Киргизии путем очередного такого силового переворота. Потому что совсем уж будет нехорошая традиция. Да, все заинтересованы в том, что это происходило в какой-то легитимной форме. И я думаю, что Атамбаева все-таки, грубо говоря, дожмут. И вот этот эпизод с его болезнью сердца, и затем некий временной тайм-аут, который он взял, находился в Москве, я думаю, что как раз время, когда он морально готовился к этому шагу. Потому что это самый мягкий, самый неконфликтный способ разрешить конфликт, который происходит в Киргизии. При том, что реальных кандидатур на самом деле тоже немного. То есть, вот качество киргизской политической элиты, оно было объединено страшно еще после первого госпереворота, когда происходила чистка элиты. Этот Акаевский, потом через пять лет, этот Бакиевский. И достаточно большое число людей просто профессиональных было вычищено, и способных к участию в управлении страной, оно было просто вычищено из этих рядов. Оно не допускается к этим функциям, и люди занимаются чем-то другим. Кто-то уехал, кто-то поставил крест на политической деятельности, на государственной какой-то карьере и так далее. Поэтому я думаю, что очень Киргизия, она будет горячей, она будет интересной. Чему ли ждать осталось недолго? Скучно, она не будет. Я думаю, что вот этот принципиальный вопрос, как все будет происходить, он в ближайшее время мы узнаем. Вот наиболее такой эволюционный мягкий вариант, это возможный распуск парламента. Потому что те политические партии, которые сегодня выступают против референдума, против Атамбаева, они способны где-нибудь, условно говоря, в ноябре, способны создать ситуацию, когда, согласно действующей конституции, парламент будет распущен, а в условиях отсутствия парламента референдум не проводится, а нужно назначать новые парламентские выборы. И таким образом просто откладывается на будущее весь последующий политический процесс. Ну, если мы тогда продолжим по региону, какие-нибудь политические движения в Таджикистане имеются? Ну, вот в рамках этой темы переформатирования политических режимов, там процесс-то давно идет, да, закрытие партии Исламского Возрождения год назад, кстати сказать, в эти дни. Наделение лидера страны сверхполномочиями. Сверхполномочиями, да. Ну, опять же, вопрос эффективности. И вот на этой неделе произошло событие, которое может иметь очень такой знаковый характер и серьезное, позитивное продолжение. Я имею в виду визит в Душанбе министра иностранных дел Узбекистана Абдул-Азиза Хафизовича Камилова, который встретился со своим коллегой Серджидином Асловым и с президентом Таджикистана Имамали Рахмоном. И в коротких, не сильно распространенных комментариях по поводу этой поездки, Камилов прямо сказал о том, что Узбекистан готов к перезагрузке своих отношений с Таджикистаном. Что это означает? Ну, не секрет, что до последнего времени в регионе сложилась такая не совсем здоровая атмосфера на уровне целого набора двусторонних отношений между странами региона. Таджикско-узбекские отношения, киридикско-узбекские отношения достаточно сложные. И это в целом не способствовало формированию какого-то позитивного вообще ландшафта на этом пространстве. Вот сейчас появляется хороший шанс. Я напомню, может быть, не вредно, что первый импульс к этому дал, кстати, президент Таджикистана Имамали Рахмон, когда он одним из первых прибыл на похороны умершего президента Узбекистана Ислама Каримова. Это тоже, кстати, не протокольная вроде бы вещь, но такие жесты, такие действия, они оцениваются партнерами, и это способствует продолжению какого-то диалога уже в том, что касается, собственно, политики. Вот таджикам это удалось на данном этапе. У них есть болезненный вопрос строительства Рагунской АГЭ, против которого выступает Узбекистан. По другим вопросам, я думаю, их сильных болезней не так и много, они все завязаны, в принципе, на Рагун. Когда-то очень давно, лет 6-7 назад, по теме Рагунской АГЭС и киргизского проекта Камаратинской АГЭС, я высказывал такую мысль, что, в принципе, Узбекистан мог бы согласиться. Это, наверное, единственная и тоже такая гипотетическая, но допуск такой можно сделать, возможность. Узбекистан мог бы согласиться на строительство подобной ГЭС при условии, если бы Узбекистан был приглашен одним из акционеров важных, с наделением вот этого узбекского акционера, государство это будет, да, или какая-то компания узбекская, с наделением его возможностями контроля за управлением ГЭС и контроля за процессами, связанными с безопасностью этой ГЭС. Это те вопросы, вот контроль, так сказать, режима водного, да, и вопросы безопасности, то, что это те причины, те краеугольные камни, из-за которых Узбекистан выступает против строительства, основные. И если допустить узбекскую сторону в таком вот многосторонний, создать некий формат, да, и допустить узбекскую сторону к участию в этих процессах, то можно, наверное, можно добиться согласия Узбекистана на это строительство. То есть у таджиков в отношениях с Узбекистаном возникают определенные позитивные подвижки. Про Узбекистан еще что-нибудь можно добавить в свете последних событий? Как идет подготовка к выборам, например? Она идет как обычно, спокойно, эволюционно. То есть процессы, внутренние процессы в Узбекистане, они, ну, на самом деле не должны вызывать какого-то большого беспокойства, поскольку элита, вот та элита, которая сформировалась за весь постсоветский период в Узбекистане, все представители элиты являются в первую очередь государственниками. Это, несомненно, заслуга первого президента Ислама Каримова, и никто из них, преследуя, может быть, как любой человек, где-то свои личные интересы, никогда не будет, не увидит этих интересов за пределами существующей политической системы, за пределами существующих государственных институтов. И никто из них не будет заинтересован в том, чтобы подвергать эту политическую систему и эти государственные институты какой-либо ломке. И вот этот консенсус, он найден, он работает, процесс непростой, там есть множество проблем внутренних, которые решаются, но я думаю, что те, кто жили и раньше в ожидании каких-то больших потрясений, связанных с Узбекистаном, я думаю, что они могут успокоиться. Ну, на этой оптимистической ноте закончим. Всего доброго, до свидания. Продолжение следует...